Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 14 августа, изнесение честных древ, животворящего креста Господня, начало Успенского поста. Православная Церковь празднует обретение мощей преподобной Софии Суздальской. Преподобная София, в миру великая княгиня Соломония Сабурова, была первой женой великого князя Московского Василия Иоанновича. Он выбрал ее в супруги из 500 самых красивых девиц, но брак оказался бездетным, о чем великокняжеская чета сильно скорбела. После 20 лет супружества, несмотря на увещание духовенства, великий князь решил вступить во второй брак с литовской княжной Еленой Глинской. Митрополит Варлам, обличивший незаконность расторжения брака, был сведен с митрополитчего престола впервые в русской истории и заточен в монастырь, а преподобный Максим Грек, заступившийся за княгиню Соломонию, запрещен и также заключен в темницу. Все вселенские патриархи осудили поступок великого князя, а патриарх Иерусалимский Марк предсказал рождение от второго брака младенца, который поразит мир своей жестокостью. 25 ноября 1525 года великая княгиня Соломония насильно была пострижена в монашество с именем София в Московском рождественском монастыре. После пострига ее отправили под стражи в Суздальский Покровский монастырь, который впоследствии стал местом заточения невольных царственных постриженец. Не сразу примирилась великая княгиня со своим новым положением, долго скорбела. Но, покорясь воле Божией, София нашла утешение и умиротворение в усердной молитве. Инокиня София, познав тщету скороприходящих земных благ, всей душой возжелала царствие Божие и правды Его. В то время, как в миру умножались беззакония, она в своем уединении украшалась добродетелями и постепенно восходила к духовному совершенству. Князь Курбский в послании к Иоанну Грозному назвал княгиню Инокиню преподобно-мученицей. Преподобная София скончалась в 1542 году и была похоронена в Суздальском Покровском монастыре. Степенная книга гласит об этом. Пожив благодарно и богоугодно к Богу Атыде. Уже ближайшие потомки молитвенно почитали преподобную Софию. В рукописных святцах она именуется как «Святая праведная княгиня София Инокиня, я же бысть в Покровском монастыре девичья чудотворица». При царе Феодоре Иоанновиче, сыне Иоанна Грозного, ее уже чтили как святую. Царица Ирина Феодоровна отправила в дар на ее гробницу бархатный покров с изображением спасителя и святых. Патриарх Иосиф писал Суздальскому архиепископу Серапиону о совершении молебнов и панихид над гробом преподобной Софии. Позже, в XIX веке, архиепископом Суздальским и Тарусским Серапионом была составлена служба преподобной Софии. В описании города Суздаля ключарь Анания сообщил о чудесных исцелениях при гробнице преподобной Софии. Так, в 1598 году у ее гробницы прозрела княжна Анна Нечтева, шесть лет страдавшая слепотою. В 1609 году, во время нашествия поляков на Россию, преподобная София спасла Суздаль от разорения. Она явилась в грозном виде предводителю военного отряда поляков Лисовскому. От страха у него парализовала руку, и он дал клятву оставить в покое город и монастырь. Много и других чудес совершилось по молитвам преподобной Софии. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается празднество всемилостивому спасу и Пресвятой Богородице, и творится память семей мучеников Маккавеев, Авима, Антонина, Гурия, Илеазара, Евсевона, Алима и Маркела, матери их мученицы Соломонии и учителя их мученика Илеазара, мучеников в Пергии, Памфилийской, Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и Евклея, священномученика Дмитрия Павского Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименитства, а также с началом Успенского поста. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Постимся постом приятным, благоугодным Богу. Субтитры создавал DimaTorzok